МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы отрабатываем водные «Вулкан-2» и «Ураган-3». Это перерастание групповых неповиновений осужденных в массовые беспорядки. И в ходе учения также отрабатывались водные по сигналу «Ураган-3» — это захват заложников. Это всё реальные варианты развития, негативные развития ситуации, которые возможны в подразделениях. Учения тщательно подготовлены. На месте в палаточном лагере работает оперативный штаб. Отрабатываемые задачи по-прежнему актуальны. Не случайно раз в три месяца в каждом учреждении регионального ВСИН проводится тактико-специальное учение по ликвидации чрезвычайных происшествий по различным вводным. КОНЕЦ Задачи по ликвидации чрезвычайной ситуации выполняет сводный отряд УФСИН, в состав которого входят сотрудники сводных отделов, которые есть в каждом учреждении регионального ВСИН. Однако учение — это всегда совместная работа с привлечением сил Росгвардии, полиции, МЧС и прокуратуры. Вопросы по взаимодействию оценивают тоже самое удовлетворительно. И даже я бы оцениваю хорошо. Большое спасибо руководителям Росгвардии и ОМВД за взаимодействие. Сразу по отработке задания по ликвидации массовых беспорядков новая вводная — захват заложника. В руках осужденных — начальник отряда колонии. Предпринята попытка переговоров. Если вы не отпустите заложников, то к вам будет применена физ сила. Ваши действия повлекут за собой ответственность, вплоть до уголовной. Осужденные на контакт не идут, дальнейшие переговоры невозможны. Начинается штурм. Считанные минуты — и заложник освобожден, преступники обезврежены. А вот оценка происходящему руководителю учений, начальника регионального ФСИН Александра Кузьмина. Цель достигнута, оценка удовлетворительна. В любом случае, это учебный процесс. Те вопросы, которые я для себя отметил, мы сейчас при подведении итогов обязательно обсудим. Ну и соответствующим образом при дальнейшей подготовке нашей будем их учитывать и совершенствовать.